Ария Стори. Ария Стори. Открываем книгу, играем. Я так понимаю, надо энтером играть. Звук такой не очень приятный. Я прочла эту книгу. О, тут тоже пробел. Что ты о ней думаешь? Она мне нравится, твои книги мне всегда нравятся. Вот как, рад это слышать. Но однажды тебе придется написать хорошую концовку. Хорошие концовки не мой конек. Откуда ты знаешь, что ты ведь даже не пробовал? Хм, о. Я помогу тебе написать хорошую концовку. Ох, Ария, спасибо, но ты ужасно пишешь. Э, это было грубо. Уже поздно, я должна идти. И вправе, тебе стоит пойти, пока не стемнело. Увидимся завтра. Увидимся. Кто же это был? Интрига. Отлично, это Ария, блондинка. Наконец-то я здесь. Мне нравится эта спокойная атмосфера, что творит в библиотеке. Там зайчика на фоне с этим... Со стрелочкой. Боже, как мило. Она далеко от города, но ее посещение того стоит. Хм, ты сколько-нибудь умеешь прочесть сегодня? Я уже прочла большинство из них, с тех пор, как начала ходить сюда каждый день. Большинство из них? Сейчас глаза дергаются. Ой, окей. Я неловко хожу. Ты кто? Из того, что библиотека построена посреди леса... Все библиотеки стоят среди леса. Иногда заходят милые кролики. Оу. Ми-ми-ми. Действительно. А, типа... Эй, кролик! Она обратно в лес. Какой злой плакат. Боже ты мой. Мне надо приставать к этим людям или пока не трогать их? На полу лежит несколько книг. Окей. Спасибо за констатацию факта. На столе лежит книга, да? Нет, ничего не сказала. Ладно. Мне надо приставать к этим людям. О, это кто? Это мальчик или стерик? Это мальчик. О, эй, Ария! Я ищу книгу о японской мифологии, но не могу найти. Если я правильно помню, на полке выше должно быть несколько книг об этом. Вот она задрот. Большое спасибо, Ария. Мне за что и рады стараться. А, перо. А, это сохранка. Закладка. Ясно. А как что? Сохранить. Или так что? Закладка один, всего сохранение один. Ария. Она одна, значит, у нас могут быть союзники. Продолжить. Такая библиотека, какая-то вся поросшая, не знаю, какими-то странными растениями. Это что, это мох? Серьезно? Ну, я понимаю, что она посреди леса стоит у него столько же. Ой, здрасте, тетя. Мне к вам, наверное, да? Добрый вечер, Ария. Могу я чем-нибудь помочь? Можете порекомендовать мне книгу? Не знаю, что почитать. Дай подумать. Вчера прибыл новый набор книг. Новый набор книг. И я сложил их в шкаф. Сложил-то, мужчина? Я думаю, это бабка какая-то. Около большого дерева. Может быть, ты найдешь там что-то интересное. Шкаф возле большого дерева. Стана, у них библиотека. Большое спасибо, мистер библиотекарь. Шкаф. Дерево. Шкаф. Дерево. Шкаф. Дерево. Где здесь дерево? Я что-то не поняла. Она еще так гублаками цокает. А где здесь шкаф возле большого дерева? Это что ли? Это большое дерево у вас? Нет. Ой, какие-то очень милые анимешники. Ихия, этот ребенок знает много классных вещей. Ребенок? Те, кто потеряется в лесу, столкнутся с монстром. Который вырвет их кишки, поиграя с ними, а в конце кинет их на лицо. Ты очень милый. Вы читаете ужасы? Мне кажется, они не совсем подходят вам по возрасту. Ох, ну ладно. А, может, это этот шкаф? Нет? Можно я что-нибудь вообще? Эта кто? Эта небольшая, но ухоженная библиотека. Мне нравится. Быстро среди природы. Почему библиотека в лесу? Что за фигня? Где дерево? Что? А, вот еще книга я вижу. На полу лежит несколько книг. А, да. Константация факта, я забыла. А, так и где у нас шкафы? Возле деревьев. Нет. Что-то, что-то я не уверена. Где дерево? Серьезно? Это что такое? Это колонна? Это выход? Это дорожка? Фу. 2D мир меня убивает. Тут как бы, оно не обозначено. В таком мире не явно. А-а-а. 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 Все сошлось. Че ты тут не убегаешь, я? Меня не интересует чтение книг. Какая нахалка. А мне нравится приходить сюда, чтобы играть с кроликом. А, вот кролик. Точно. Смотрите. А, блин. Эта женщина дает мне против... Вот он. Эй. А-а-а. Какой ми-ми-ми. Он меня любит. Тихо. Вот. А-а-а. Все. Я довольна. Не зря играла в играх. Милый кустик со звездочками. Ну и шкаф после дерева. Отлично. Большое дерево я нашла. А шкаф какой? Вот этот. Мне этот нравится. Нет. Здесь много мифологических... А, философских книг. Каких мифологических? Откуда я это взяла? Господи. Значит, это шкаф. Нет. Похоже на полку, о которой говорил мистер библиотекарь. Здесь есть книги, которые я никогда до этого не видела. Какое мне прочитать? О, как странно. В этой книге нет названия. Решено. Я прочту ее. Пойду сяду в мое любимое место для чтения, которое... А, сама дойдешь. Молодец. Молодец. А, да. Конечно. Что? Что-то я чувствую себя странно. Я... Ты что? Ты в черной дыре? У меня просто дыра была. А, это градиент. Красиво. А, по-моему, книг было меньше, нет? О, садуйка, кстати. Вокруг темно, только не говорится, что я заснула время чтения. Я должна идти домой. Мама наверняка рассердится, если я... Что я так поздно? А, я должна идти? Я иду. Градиент следует за мной. Сейчас не время для чтения. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А где кролики? Почему я свечусь? Она в курсе, что уже ночь. Быстрее беги. Бамка по жопе даст. Здесь никого. Видимо, все уже ушли домой. Никто даже не потрудился разбудить меня. Завтра я им все выскажу. Ночь в библиотеке жидковат. Ночью. И так. Сейчас будет что-то страшное. О, книга упала. Боже мой. Что это? Конституция Китая. Не знаю. Сейчас опять книги выпадут, да? Нет. О нет, дверь заперта. Возможно, библиотекарь запер ее, когда уходил. Может быть, где-нибудь в библиотеке есть дополнительный ключ? Например, за местом... Ха, смотрите, на кролика. Он в шоке такой. О, господи. Это же сверкает ключ. Ай, тише. Промазала. Что-то лежит под столом. Мы получили ключ от библиотеки. Такая музыка, кстати. Как будто по клавишам кто-то головой бился. Прекрасно, теперь я смогу уйти. Эй-эй. Тан-дан-тарадан-дан-дан-дан. Изи. Ребята, изи. Кролик исчез. О, есть. Это что происходит? Что такое? Использовав ключ от библиотеки. А, использовав. А, ключ не подходит. Тогда для чего? Другие двери здесь нет. Мне придется найти другой выход отсюда. Через окно. Ты же на первом этаже. Эй. Так, там опять что-то упало. Судя по звукам. Записка на стене. Экспакуха. Записка на стене. Как мы могли ее пропустить? Поиграй со мной, Ария. Будем считать, что это кролик написал. Если мы будем думать, что это кролик, это будет очень мило. Правильно, правильно. А, подождите. Если нет дверей, то, собственно, куда мы можем пойти? Мы можем пойти в дерево. Поиграть с кроликами. С этим страшным красным кроликом. Вон он, вон он, вон он. Блин, я не знаю, видно было. Короче, там наверху было. Он такой вот тут вот, короче, был. Типа ассасин-кролик. Я тебя видела. Ну-ка еще раз. Нет, он больше не выскакивает. Ладно, будем считать, что мы с тобой играем. Смотрите, чай не допил, а? Ах, гад. Ну ладно. Ну что, возвращаемся туда на первую локацию, на вторую вернее. Красные следы, красные следы, красные следы. Кажется, за шкафом что-то есть. Подвинуть его? Ты же такая, как ты его будешь двигать. Не подвинем. Там специально не показывают, как она превращается в Халка и двигает шкаф. Но прибыль, что... Как странно. Шкаф очень легкий, хоть и заполнен полностью книгами. Мне бы в голову не пришел дедушка, но ладно. Тебе же виднее. Секретная дверь, папа-папа-папау. И ключик мне, да? Использует ключ от библиотеки. Использует. Да? Подошел. Это... Я даже не буду говорить, что это мне напоминает, но такая очень странная. Какая-то фигня разбитая, да? Ну-ка, ну-ка, что это? Похоже, кто-то разбил стекло и забрал все изнутри. Все. Что все-то библиотека? Тан-тан-тара. Ай, кто-то покусал коврик. Коврик неровный покусанный. Боже мой. И тут. К камне залезли на ковер. Это же надо. А это что? Дверь закрыта. А-а-а, только ты смеялся. За дверью кто-то есть? Можете открыть дверь. Я заснул за чтением, и когда проснулась, библиотеку закрыта. Если бы я очнулась в библиотеке ночью, я, одной из двух, либо читала это посинение, что, возможно, либо зарыла самый, не знаю, темный угол под стол, и не вышла бы просто от страха вообще никуда. Но мы просим ржущих, ржущих голоса за дверью открыть нам дверь. Мы ведь такие смелые. Конечно. О, мне еще отвечают. Но я открою только тогда, когда ты назовешь пароль. Пароль? Я не знаю пароля. Жаль лишь тех, кто знает пароль, достойно пройти. И каждый достойен пройти через эту дверь. Возвращайся, когда узнаешь пароль. Поиграй со мной, может? Видимо, нет. А какой пароль? Давайте поищем пароль. Не знаю, в книгах 100 пудов будет, да? 100 пудов. Барам-барам-барам-барам. Кот. Кот 100 пудов будет в книгах. А у нас там был еще колочек, что-то это, спящая красавица. Давайте спящая красавица. По шкафам полазим, да? Сейчас нет времени на чтение. Ну, как знаешь. Пошли туда-сюда. Может, мы зайца еще раз увидим? Ой. Плей. Плей. Это же П написано? Ну. Кошмар какой. Не видите, что тут написано на шкафу? Ах. И книга открыта. Сейчас нет времени на чтение. А нет меня, женщина. Что хочу, то и делаю. Что с книгой? В книге что-то написано. Я исчезла, как только ты назовешь мое имя. Может, это связано с паролем? Ну, пусть будет связано с паролем. Хорошо. Хорошо. Идем обратно. Тут же точно плей написано? А, это попрос в конце. Типа плей. Поиграешь. Там зайчик это был. Он такой, типа, прям моргнул. Он такой заяц дурацкий вообще. Не могу. А, подождите. Секретная же дверь там. Господи, куда я иду? Такая жирная, что застреваю между книг. Боже, боже. Идем. Хе, а ты упрямая, я не жалуюсь. Эта история была бы скучной, закончилась она сразу после начала, верно? Ты веришь, что готова пройти через дверь? Да. Скажи мне, что является паролем? Тишина, книга, секрет. Книга. Че, я угадала? Неверно. Сейчас ты умрешь. Че, реально? Я че-то ору. Спокойно. Че, реально? Я вообще-то пошутила. Ай. Я че-то огорнула. Меня съели? Че-че случилось? Ой, ладно, щас. Пипец. Надо было подумать лучше. Я поняла. Кто-то еще не сейвился. Кто же знал, что я помру от того, что скажу слово книга? Ой, ну это капец смешно. Ладно. Сейчас. Я даже не знаю. Надо еще раз пойти и сказать что-нибудь прикольное. Сейчас. Сохранюсь. Потому что... Я поняла свои ошибки. Идем второй раз. Так. Там было не уходи, там что-то это. Да. Что-то является... Не говорить, можно говорить. Secret. Тишина у нас осталась. Не тишина. Я поняла. Я говорю, типа... Может, пока нет? Ну, нет, так нет, да? Хорошо. Готово. Скажи мне, что является паролем. Не говори. Верно. Верно. Я думала, он меня сейчас убьет. Окей. То есть, типа, тишина не словом, а тишина порой. Открыли. Тишина – самый красивый звук в библиотеке. Как ты называешь это слово, оно теряет смысл. Цитаты людей великих. Не каждый это понимает, но я вижу, что ты готова продолжить. Хотя я знала это с самого начала. Ведь эта дверь была создана специально для тебя. Я думаю, он скажет, где дверь была открыта. Дура. Вперед, Ария. Я буду ждать тебя. Но откуда она знает мое имя? Вперед. Значит, зайцы покусают мне. Во-о-о. Что это? Где? Похоже, это место парит среди пустоты. Где тот человек, что был за дверью? Из язнички, из язнички. Я как будто бы в Египте в ревне, нет? Какие милые акустики. А, сохранка! Вы и так много прошли. Сохранись. Пока странная игрушка. Пока мне смешно. Смехуёчки сплошнее. Идём. Идём. Я могу спрыгнуть с балкона, правильно? Не могу пройти. Почему? Почему? Ты не можешь пройти, ты мне объяснишь? Ну, ты просто такая, нет, я не могу пройти. А, в чём тогда прикол? В шкафу лежит много научно-фантастических книг. Ох, я бы там посидела. Много страшных книг. О, я знаю эту книгу Ромео и Джульетта. Она не должна быть здесь. Взять. Получено Ромео и Джульетта. Окей, мне надо переставить её в шкаф с любовными книгами. Приключенческих книг. Я поняла. Трагических книг. И в шкафу много комедийных книг. А я могу Ромео и Джульетта туда откинуть? А где вообще мой рюкзак? У меня он вообще есть? А, я же ещё бегать-то могу, да? Вот. Я же это... Забыла. Страшных книг. А что научно-фантастические, да? А как мне открыть мой арсенал? Сложно. Сейчас. Оу. Здесь предметы хочу. Ромео и Минвентарь. Да. И что? И что мне делать? Я не поняла. Это что, трагические книги? Трагические. Я взяла. Правильно? Книга написана Шекспиром. Положить Ромео и Джульетту? Положить. Теперь он нам нужен в шкафу. Миллион благодарностей, мисс. Я чувствовала себя нюзно в этом шкафу. Мне книга сказала. А-а-а. Книга говорила? Что-то не так, мисс? Ты говоришь? Ты говоришь? Ты разговорящая книга? Но обычно книги не говорят. Надеюсь, вы не возражаетесь. Я спрошу. Но вам известно, где я. Прямо сейчас ты находишься в коридоре, соединяющем две библиотеки. Допустим. На самом деле, это первый человек, что пришел через эту дверь. Возможно ли, что ты Ария Мисс? Что? Да, это мое имя. Ясно. Благодаря тебе я вернулся в свое место. Теперь все книги находятся в гармонии. Большое спасибо. Да не за что. Я не знала, что ты помогла Синдова. Ой. Все готово, мисс Ария. В общем, еще. Сейчас миссии готовы. Вы все исчезли. А, вон книга. Спокойно. Тут книга. О, ясно. Они не сделали мостик. Мы создали лестницу, чтобы ты могла. Чтобы ты могла. Мы создали лестницу, чтобы ты могла. Хорошо. Но будь осторожной, постарайся не упасть. Не беспокойся. Наступай на нас. Мы намного сильнее, чем кажется. А, не беспокойся, наступай на нас. Точка. Мы намного сильнее, чем кажется. Ох, спасибо. Будь осторожной. Я буду молить, чтобы ты не закончила, как главный герой в этой книге. Оно, 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 тихо. Спокойно. Изи. Что за женщина? Молодая девушка с розовыми глазами была сбита с толку при виде той комнаты, в которую она вошла. Удивилась, услышав знакомый голос. Ты та девочка, что стояла за дверью? А-а-а. Увиденькая. Она узнала девушку, что была окутана тайной. Ты должна быть Ария. Рада познакомиться. Меня зовут Раскащиц. Так часто детей называют. Мой долг рассказать все, что с тобой происходит. Рассказ о произошедшем со мной, с чем ты делаешь? Потому что я Раскащица, разве не очевидно? Хм. Запутанная, розовоглазая девушка не могла понять, что происходит. То есть, розовоглазая. Возможно, ты сможешь пройти через эту дверь. Это поможет развить твои сомнения. Хотя ты не обязана это делать. Можешь оставаться здесь и найти способ вернуть в свой мир. Что бы ты сделал герой истории подобно этой? Пошел вперед или остался на месте? Вперед. Я пойду. Ясно, в таком случае прошу тебя об одной услуге. Услуги. Пожалуйста, не убирай слишком урон. Спокойно. Сюжет, закончивший. Сюжет, закончивший. Едва на час, чтобы быть скучно. Ты с ума меня убила, блин. Неловко. Слишком урона. Вперед. Господи, я сейчас умру, да? Ой. Женщина, ты меня пугаешь. Можно чайок? Чашка чая? А ты что? Идем. Иду, иду, господи. Такая настойчивая, я прям не могу. Наберай сушку. Вау, что это? Что виталит? Вау, это какая-то большая книга. Глава 1. Комедия. А, то есть это даже было предисловие, да? Пока миленько. Надеюсь, меня не убьют. Нам еще и разных цветов. Юная девушка сделала первые шаги в библиотеку. Тихие, осторожные, но все равно полное любопытство. Какие глупые люди. Мы только пролог проходили. А я уже умерла 6 раз. Я угораю с этого вообще. Ой. А, этот клоу, да? Ах. Че ты догоняешь? Тое решение прийти сюда радует меня. Но на самом деле у тебя почти не было бы. Она меня убивает, честное слово. Эта библиотека гораздо больше, чем все, что можно найти в твоем мире. Уверена, ты никогда не взяла в такой библиотеке раньше. Скоро ты поймешь, о чем я. О, совсем забыла про минское что. Прямо сейчас ты находишься в комедии секции библиотеки. Помимо комедии, ты можешь найти здесь книги о хобби и развлечениях. У меня странный смех. Без сомнения, это лучшее место для веселого времяпрепровождения. Снаждая себе. Пребывание за стойкость. Как сможешь. Сможешь? Сможешь? Наскласс, сможешь. Ты меня пугаешь, женщина. Я тут кролики кусать не буду. Кукла-клоуна. Щеня, слон, а может вынцать любую секунду. Дверь закрытая. Очень смешно, очень смешно. Клоуны, которые умеют двигаться. Ну, окей. Нет. Дверь закрыта. Я поняла, мы идем к верхней книге, правильно? Правильно. А, я беру пёрышко. Блин. Пёрышко. Вот. Yes.